Детская музыкальная школа номер 2 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 а я так понимаю вы работаете уже со старшенькими да нет у меня три ансамбля средний младший и старше каждому нужен свой да и да сейчас поговорим об этом но мы должны подключить к беседе еще и алену которая у нас старшенькая то есть вы уже звезда коллектива правильно цели а вот мне всегда казалось вы знаете я же тоже пил в хоре как это не страшно сейчас звучит может быть для вас я в то время учился когда во всех школах заставляли делать хор и к несчастью мы тогда не умели но там же сидела преподаватель по музыке концертмейстер да вот и но это ля 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 и видимо я не смог плохо исполнить в общем меня в хор взяли вот я прошел все три этапа от первого голоса до третьего но потом слава богу пошла мутация на этом все закончилось мои хоровые возможности но я же хотел петь и поэтому до сих пор пою в свое удовольствие чтобы никто не слышал меня возникает такой вопрос алена солисткой как становятся то есть все остальные не солистки а вы солистка или все у вас солист нет у нас получается все девочки ходят и на ансамбль и на сольные занятия и соответственно все солистки мы стараемся как-то в песне разбивать чтобы все сольные партии пели и получается у нас все если например все хотят одну и ту же песню спеть соль но вы там не деретесь за правом исполнил если никогда не драли за песню в принципе у нас у всех наверное разные вкусы и не совпадает по песням и поэтому для каждого своя песня но и потом наверное татьяна ванна как уже опытный педагог опытный на станции говорит не надо тебе это петь спой вот лучше вот это верно так же бывает нет но она нам помогает при выборе песня чтобы нам под наш тембр голоса подходила чтобы мы могли исполнить эту песню хорошо вас какой тембр голоса правильно как называется ну-ка сопрано у нее сапра 1 до этого года а сколько всего сопрано голос голосов там может быть но в старшей группе у нас 33 а вообще сейчас вот интересно кстати вопрос неожиданно у меня что возник в голове человеческий голос у него что же происходит как какую-то наверное изменение или по-прежнему нас все основные направления и мужских и женских голосов существуют у человечества не теряем мы какие-то голоса нет мужские голоса это совершенно другая градация и у нас тоже первый голос и второй голос а у мужчин там и место у них есть а у нас тоже есть вместо сопрано к сожалению нас детские голоса у нас нет нет которые вначале которые да 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 которые поют в там малые октаве у которых очень низкий голос у нас в основном диапазон от ноты соль малой октавы и до соль 2 октавы а вы можете увидеть что хорошие задатки если что когда вот повзрослеет ребенок что есть возможность что голос какой-то будет там или это сразу нет когда я ребенку 78 лет это не видно да не видно и многие функции еще не развиты еще вибрато нет надо дать над этим работать так что начинает голос оформятся где-то ну в 10 в 11 лет когда при хороших распевках и потом у девочек тоже мутации наступает когда вы говорите да как у вас тоже была мутация у нас мальчики пели в коллективе но тоже у нас вот подходит к этому периоду когда мутации мальчики выбывают потому что мальчиков дольше идет этот процесс мутации чем у девушки а у девочек да когда идет мутации у них просто голос опускается сам по себе вот и алена тоже не был высокий голос от на 5 но точек у него вниз опустился теперь то есть теперь надо уже такой красивый низкий гол сильный до голос у нее такой так что на конкурсы ездим выступаем шла лен скажите вот у нас к сожалению передача не очень длительное время идет поэтому все хочется узнать я всегда спрашиваю всем участникам всех коллективов особенно вот детских молодежных вы сами пришли или вас притащили родители честно я была маленькая мне очень нравилось петь и мои родители это увидели так вот и мама сказала надо это развивать мы пошли сначала в дк у нас раньше был хор я сначала пошла в хор потому что музыкальную школу еще не брали как бы это подготовительная потом я пошла уже татьяне бана мне на вокал и мне очень понравилось я стал заниматься татьяна ванна то есть как бы совместно получилось папа с мамой решили развить а вы потом подхватили я так понимаю что до какого времени вот вы говорите градация у вас до маленькие средние ну и уже взрослого пока не закончат школу а школу закончат и уходят нет я имею ввиду школа общеобразовательного девочки некоторые вот который бы следующий вот группе вот алена они уже закончили в прошлом году школа музыкального они ходят им нравится ансамбль они ходят они ходят поют свое удовольствие вот поэтому наверно будут до конца школа все образовательные пока нет но в принципе по скажем по некому условному закону то есть заканчивается образование в школе и ребенок как бы прощается из музыкальной школы верно я понимаю ну так должно быть но не совсем так у нас раньше 7 лет мы учились в настрадом отделении а потом у нас это все почему-то обнулили и заново значит вышел приказ что всего четыре года и ребенок не успевает распеться потому что ну что он пришел в 7 лет в 4 си и в 4 года в один след и мы как раз вот распиваться ему как распеть а он в это время уже заканчивает музыкальную школу но я скажу поэтому девочки остаются и поют дальше но я скажу что я им очень благодарна за то что они ходят за то что они поют за то что они любят музыку большое спасибо их родителям за то что они поддерживают они легкие на подъем скажешь конкурс едем на конкурс концерт едем на конкурс из я скажу что большое спасибо конечно преподавателям и дирекции нашей музыкальной школы номер два матвеева это тянется не знаю что у нас всегда отпускают хотя во время уроков может быть концерт администрации любят два часа дня легче дня делать концерты нас педагоги отпускают те которые занимаются с учениками но у нас в основном занимается фортепианики у меня фортепианики но и вокалисты пополам но они друг от друга зависят же одни игроки да 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 но не совсем зависит но все равно им нравится петь фортепианикам они у них вообще-то должен быть хор но они ходят нам на ансамбль вот ансамбль и хор это же глобальная разница хор это более там спрятаться можно аванса ален еще такой вопрос фестивале конкурсы но понятно что если вы любите петь и вас научили петь я так понимаю то вы уже как бы во всеоружии но когда вы выходите на соревновательную стезю вам там нужно доказать что вы лучше как у вас там происходят эти музыкальные битвы ну получается мы сначала долго готовимся выбираем песню какую-то что была сильная для конкурса потому что но обычная песня не подойдет мы едем на конкурс конечно немного переживаю перед выступлением нужен она к началу конкурса ненавидите эту песню про мучительно и тренируетесь тренируетесь или нормально нет если песня мне действительно нравится то конечно я к ней привыкаю и я его пою целыми днями обычно меня заедает вот переживания эти на конкурсе потому что там же все самые лучшие до выставляют самых лучших исполнителей самый лучший ансамбль тоже песни какие-то есть переживания там наши проигрывали и выигрывали по разному было нет ну не мы всегда получили всегда видите как мне кажется проиграть чтобы потом понимать что может произойти всегда лауреаты да понятно а был какой-то момент когда вы поняли что вот я могу то есть вы учились учились вам вкладывали да потом на каком-то этапе понимаете все я теперь могу уже или это не сразу наступает ну мне всегда нравилось как я пою а вот это очень хорошо кстати так да я очень люблю свое творчество и свое направление что выбрала музыку но вот недавно когда у меня мутировал голос у меня стал ниже более взрослый и мне очень прям понравилось как я пою некоторые песни я также записываю плюсовки и мне очень нравится их слушаю очень часто и все мои нравятся себя тоже слушать да свои сольные песни записываю вот и в школе всем очень нравится мое творчество всем учителям и наклассникам я всегда пою на всех школьных мероприятий я так понимаю татьяна она что вы учите не только петь но еще и уверенности в себе конечно без этого нет солист но ансамбль так как мы есть хор можно спрятаться в ансамбле сложнее а солист уже все-то ладони вот скажите наверняка нас сейчас смотрят папа-мама и может быть дети которые тоже хотят петь и которым тоже нравится их собственное творчество которые захотят к вам прийти что для этого нужно сделать потому что во второй части мы с девчонками говорить нам нужно от вас от педагога услышать куда могут обратиться родители которые хотят чтобы дети пели в ансамбле детства в детскую музыкальную школу номер два так в мае месяце не ходить на прослушивание так вы будете принимать на прослушивание но и не только я одна вокалисты которые у нас там еще есть школе ну кстати приводит многие своих сестер братьев вот алена привела у нас в ансамбль детства свою сестру миланку она уже поет второй год уже на сцену выходим вот в этот в эту субботу международный конкурс она выходит на что она тоже любит петь вот но я скажу что всего этого не было бы если бы нам не помог я считаю что он основатель нашего ансамбля депутат дениско дмитрий валентинович потому что он нас поддержал он купил на всю аппаратуру подарил вторая музыкальная школа нам предоставила самый лучший самый большой класс у нас школе самый солнечный и вот спасибо им что мы вот процветаем так сказать я не боюсь сказать этого слова но мы считаемся хорошим ансамблем ну что мы несколько раз до четыре года подряд мы уже принимали участие в концертах на полконной горе нас принимают вот потом мы участвовали в концерте с владимиром маркиным с ириной грибулиной с любашей с певицей так что уже солидные люди да 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 вот и нас все время приглашает вот кстати на сейчас конце мая приглашает на концерт в кремлевский дворец съезда с игорем крутым выступать вот так что и с ольгой алмазов у нас есть композитор который пишет для нас песни вот она нас пригласила на этот концерт конце мая вот мы знаете у нас к сожалению остается одна минута мы ждем этих концертов но я не могу не адресовать вам два вопроса на которые нужно ответить недолго а первый скажите пожалуйста как остается составляется репертуар потому что тут надо как бы и детская и интересная и чтобы ребенку хотелось петь и второй вопрос каждый ли человек имеет возможность петь говорят что петь может каждый но не все об этом знают вы знаете отвечу на второй вопрос сначала слух развивается ведь может любой вот только над этим нужно немножко побольше покорпотливей поработать чем раньше тем лучше да 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 вот и ритм развивается тоже вот по первому вопросу но я сначала даю детям прослушать песню то или их спрашиваю какой бы ты хотела песню спеть вот отвечать такой ты мы тогда берем в репертуар если те песни которые не нравится мы не берем мы ищем еще что-то другое ну вот как все поиски на русском языке или можно нет на английском на французском и мы поем вот на итальянском одну песню пели вот ну вот то есть много плана до многоплановые мы сейчас с вами к сожалению уже расстанемся мне алене еще один такой вопрос всем тоже задаю у вас очень такая уверенность своем творчестве скажите а вы планируете потом дальше певицей попробовать стать ну я еще не определилась на самом деле с чем я хочу связать свою жизнь но скорее всего это будет творчество но наверное не музыка не музыка ну что-то другая актриса я бы хотела быть актрисы но тоже хорошо все равно это же культура это направление это значит что татьяна ванна попала туда куда нужно спасибо вам огромное с вами мы прощаемся но мы не прощаемся сейчас с участниками ансамбля детства две представительницы которого после перерыва мы увидим здесь в студии открытого диалога напомню что эта программа открытый диалог и сегодня мы встречаемся с участниками странного ансамбля детства в первой части у нас была руководитель заслуженной работник культуры московской области татьяна на лощеного и алена бурова солистка ансамбля ну и теперь тоже еще две участницы вы тоже кстати солистки каждая да они две солистки то есть две даже конкурентки можно сказать что солисты конкурируют друг с другом сейчас мы об этом тоже поговорим это ника короленко и василиса селезнева здравствуйте здравствуйте ваш концертный наряд правильно на вас разные они бывают да они разные а кто придумывает разрабатывает кто же те на все костюмы татьяна ивановна татьяна ивановна просто одеваете то что и надеваете то что сказали да ну вы говорите я вот хотела бы что-нибудь эдак да мы все согласуем у всех же разные вкусы и разные фигуры поэтому мы все зависит от программы да да под песни выбираем программа там да василиза скажите пожалуйста вот как вы пришли петь вас заставили я всех спрашиваю или вы сама билась бит хочу идти петь детскую музыкальную школу номер 2 на самом деле я раньше ходила на танцы и одновременно в музыкальную школу но так как у меня совпадали концерты очень часто и мне мама сказала выбрать что-то одно и мне больше по душе пошла именно музыка потому что я дома очень часто пою и поэтому и петь танцуем до какого-то возраста пока организм будет позволять мне больше сердце музыка понятно то есть но танцы вам дали пластику на что же наверно для солистки ну или вы все там как в хоре стоите по стойке смирно я же еще не видел ваше выступление только слышал ника скажите пожалуйста а вы как пришли ну ситуация почти такая же я когда маленькая была меня мама отдала в школу танцев но там еще было рисование пение и все все вместе в этом духе да и ну я тоже в детстве любила петь и поэтому меня мама решила отдать музыкальную школу и вот тут я пение победила да да а скажите честно пока никто не слышит и татьяна тоже а вам не надоело петь вы уже давно поете что она говорит что вы такие хорошие что вы до сих пор ходите уже потихоньку уже скоро и школа закончится вы все ходите и ходите то есть вам нравится да василиса да а что нравится это же труд все таки ну мне нравится очень сильно петь вот и поэтому я не знаю атмосфера хорошего да такой коллектив прям очень дружеский мы прям веселимся поем движение придумываем это прям очень весело а вы вот как поете например если солистка ника остальные как бы подпевают и подтанцовывают или вы как-то все отдельно как у вас происходит этот процесс разделения а что-то вы наверно хором поете да ну чаще всего мы можем куплет и разделить по там например один человек поет какой-то куплет один другой женский ансамбль получается вы выходите по очереди да по сейчас это модно да есть мальчуковый группа у вас девичья такая получена но куплету мы поем вместе всегда василиса скажите вы участвуете насколько мы выяснили во многих конкурсах наверняка вы название уже многих не помните это не столь важно важен сам момент до участия в конкурсе вот что чем отличается участие в конкурсе от простого выступления а ну в конкурсе нужно бороться за место там же лауреаты вот концертом просто выступить для зрителей получить удовольствие да но нам надо выиграть да и я всегда очень сильно волнуюсь но очень редко когда я занимала третье места чаще всего занимала первые вторые а вот когда вы поете это вопрос вопрос к вам и книги к василисе вот когда вы на фестивале на конкурсе выступаете также увидите как в такой момент что как она классно поет я так не смогу и начинается такой тремор переживания бывало такое или вы всегда так что она там я сейчас выйду к дам бывало у меня бывало и чего как были ощущения страшно да ну и чем закончилась битва голосов она все-таки выиграла или бывало что и вы выгодно бывало и так и так такие скромные а вообще можно в выиграть вот у нас сейчас много всяких проектов до таких музыкальных самых разных где кто-то вдруг принимает решение что вот этот человек поет лучше чем этот хотя этот поет там условно басом это это вообще поет что-нибудь в стиле шансона как это можно сравнивать я не знаю тем не менее если человеку нравится петь ему и у него получается то есть точки зрения музыкального попадания в ноты можно как-то оценить что вот ника поет лучше чем василиса а василиса ну бывает конечно что там ника поет лучше меня это как понять как доказать что она лучше поют честно не это вы вы так думаете или так не к дуну бывают моменты такие конечно то есть элемент соревновательности у вас внутри коллектива такой добрый хороший тоже присутствует ну прям ну соревновательности я имею ввиду когда вот это подзадоривать друг друга быть лучше еще получше скажем так исполнять свои партии вот я задавал вопрос первой части по поводу вы же солистки и наверное есть песни которые всем нравятся режешь наверное такие песни и каждый из вас скажет а я эту песню спою лучше ну ладно если например вы и делите на троих на четверых или максимально насколько вы там можете поделить на семерых до 7 человек поет одну песню вот а может быть такой вариант что не пробовали кстати предлагаю каждая споет свою версию потом сравнить можно мне кажется не было не было попробуйте ну как бы вот скажите вы на те не ходили там один лысый мужчина нам посоветовал такую историю и сравните сделать такой конкурс по одной песни когда 7 разных исполнений мне кажется это будет интересно не хочется вас долго мучить но тем не менее сейчас девчонки слушают совсем маленькие которые тоже как вы ставят перед выбором либо танцы либо фигурное катание либо пение вот чтобы вы им сказали в плане как поступить как убедить своих родителей что чтобы это их отвели в музыкальную школу именно по классу пения слушать свое сердце красиво так а ваша версия там же точно так же просто ну если родители понимающие то они должны послушать своего ребенка потому что все-таки ребенок скорее всего лучше знаю то что ему нужно это иногда бывает так бывает он заблуждается но родители должны поднаправить пытаться там слушать его и в самых разных моментах потому что действительно ребенок потом выходили же на танцы наверное я так думаю может и получалось но душа лежала к пению вы выбрали пение а папа с мамой могли бы сказать не будешь ты петь ты будешь хоть на танцы мы могли же так сказать по разному в семьях до устроена поэтому важно конечно взаимопонимание и тут возникает вопрос понятно что вам интересно приходить и это работа у нас до называется в творческом коллективе работать когда не просто вы там репетируете это такая внутренняя работа над собой но а как родители относятся сегодня к тому что вы поете бывать ли они у вас на концертах что они вам говорят моей маме очень нравится когда я пою выступаю она очень гордится мной и меня это тоже очень радует это один одна из причин почему я так люблю ансамбль приглашайте да на концерт она на все ходят на концерт а у вас у меня тоже самое бывает конечно что она работает но снимают видео отправляют но я тоже с удовольствием приглашаю всех на концерт а вы ходите на концерты вот исполнители если ну или родители вам заставляете же папа с мамой купил билеты смотрите как поют я покупку смотреть там ну видео с концерта но я не люблю на концерт а почему ну не знаю то есть хоть думаете наверно вот если бы я была на сцене вот я бы дал по-другому поспел эту песню да ну да наверное а вы веселиться как ну я тоже люблю больше видео смотреть вот поэтому не особо не люблю когда видео смотрите вы что-то для себя там подсматриваете движения какие-то да да а что что вам важно то есть вот когда вы смотрите как работает исполнитель и вы видите что это профессионально свободу с вашей точки зрения что для вас важно ну понятно голос наверное но наверное как он двигается или она да как они живут на сцене да ну как двигаются на сцене как она ведет себя ходит по сцене свободно это или или нет самое главное это голос мне кажется то есть вас пока самое главное голос для меня самое главное это то как артист работая со сценой там главное чтобы ну зрители они были заинтересованы и было весело хорошо чтобы они запомнили это на долгое время время наше недолгым оказалось нашей передачи но у вас впереди долгая ваша вообще человеческая жизнь возможно вы не будете петь но профессионально но тем не менее как мы выяснили и с руководителем вашей школы и с руководителем вашего ансамбля это само пение она как-то стабилизирует человека позволяет вам по-другому взглянуть на жизнь мы желаем вам творческих успехов мы желаем вам что может быть кто-то из вас действительно станет профессиональной певицей будет за это зарабатывать деньги когда-нибудь спустя много лет студии кто-нибудь другой назовет уже ваше имя они леди гага и гагарин и всего две певицы у нас сегодня на сцене который нравится молодому поколению городского круга люберца спасибо вам большое это не короленко и василиса селезнева участницы ансамбля эстрадного ансамбля детства детской музыкальной школы номер два обратите внимание что если ваш ребенок хорошо поет хорошо танцует любит фигурное катание может самое время обратиться в в одно из этих направлений чтобы он или она развивались в нем но полном так сказать восторге для прежде всего для себя но конечно же для родителей и для бабушек и дедушек это была программа открытый диалог с вами был николай пигменко до свидания м м Редактор субтитров А.Семкин